это у нас сегодня наверное 29 декабря комнате ночевал верный вчера серёжа уехал в больницу тут мама все решили мне позвонились позвонил вот я взял он ночевал здесь вот как привязали его к двери многие видели эту надпись вот ему готовим что наваренная отдельная картошка растолщенная рожки ящи я ящи в этом это увеличенная в два раза порция галушек а галушек это вот такая 16 килограмм вот она что тут пишет показать мешок занести суда томасе стоит растительное масло вот галушек давал по две горсти сейчас 4 потому что холодно и сейчас отпустим его побегать а потом кормить буду урагана тут на улице а в этого подшерстка нет еще того как надо он хорошо молодец вот самое главное что с кошками он никак не дружит ну но еще один раз залаял окошки наши здесь где-то здесь а где они а под полом потому что я голубей выпустил эти как надо отдельно шерму верши и стюля кто-то нынче повесил без нас сделал и володя вот койку свою заправляет третье у него этаж на втором тут инструмент никита спал на фанаил судников на это мое лежбище сейчас вот этот покрывало такое вот это с типоном одеяло есть да еще и большое вот это идеолог под ними я тут и и две подушки 1 сбоку вот она не продольные такие чтобы головой упереть это а сверху на наточку надеваю маску даже стал от от холода спастись надо вот и в это же время по два этажа прогуливаются голуби вот они вот она выходит за него замуж он самец вот а это белая турман жена у него села парить ребенка ждет не знаю я не видел когда он топтал ее нет на одном яйца сидит там сейчас посмотрю не видать нет не видать володя ты это вот тем фонариком как-то щит не или спички чтобы показать ее так она сидит давай 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 ну вот она где сидит но не видать тут он фонариком освете туда я покажу где она вон вот она сидит и вот она а гнезу вон там вон одно яичко у ней сейчас я туда обратно говорю это я испугнул туда вон на лесу а это она инвалидка и друг у нее здоровье появилась хорошая хорошая замуж вышла и даже не переворачивается на дубоносик немножко полукропка так я и со туда уберу сейчас подождите поближе сюда к ним давай 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 вот так все ну и ладно вон она сядет насчет не видать близились слишком вы приблизили вот эту не нажимайте никогда вот сейчас нормально задел я нечаянно виноват вы часто ее задеваете не замечать за не замечаю что у меня стол здесь и кошек выпустим сейчас буду вылавливать голубей тушить везде свет и вот этих тройку эту надо определить в нижнюю туда там прощищен сразу а это на второй этаж вот на этом вот это не вот еще уже опростал он не мог достать дальше наверное ну-ка держи держи вот он вот давай давай он любит зализывать поставим ведерко чтобы вот так хватило давай ешь 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 сюда ешь он ее сдвигнул туда дальше так поводок-то короткий чтобы они лестут на стол вот он где давай 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 ешь ешь вырезали вырезай чашку ну все в избе тут все тут вода то все застыла к ней вот тут даже какой околопечки там ведро отказать кошкам вода и застыла ну ладно а вот я могу показать а вы опять тронули эту смотрите вот так я задеваю это не за палец туда не кладите не кладу а куда же его положу тут сейчас вот смотрите ведро ведро бумаги вот мы так спим хаутом потом затопляем вот покажи я сейчас покажу кощашку на ураган и готовить буду вот смотри так подожди-ка ты его покажи рожки гляди они тоже застыли маленькие ну да надо же так не ожидал что каша застынет рожки обыкновенной рожки этого поменьше надо тут не такой журки журки то есть с аппетитом ес да вот у меня здесь картошка она застыла тоже вся вот она картошка с морковкой и как это без морковки сегодня ее надо это поставить здесь подожди-ка вот надо было бы разогреть сейчас хотя бы ножом от ковару туда положу я растоплю вот это картошка теперь наварили ящевая каша вот она это ящевая каша так и теперь бульон сейчас я налью это подожди-ка рыбная вот это вот на рыба наваренная горячая она раступит то что там холодная примерно так я еще очень не брал к этой тыкву тыкву очень любит тыкву добавляю пареная очень вкусная так и теперь что мне еще добавляю я сюда растительное масло это рацион такой собачки на 1 так и вот этот мешочек давал подвигаться сейчас 4 вот она вот упали где-то тут у меня она покатилась интересно да найдется найдем вот она где круговое еще босточку это ураганщик а когда урагана пойду кормить этого надо запереть запереть туда его летнюю где делал у его подшерсток слабо а тот на улице почти под 40 градусов держали боялись но еще все обошлось выходит и играть сразу начинает это означает все как надо у него вот ровно нельзя горячая это из-за чего из-за грибы наверное петой и ящевой да ну да вот и все смотренько остынет я ему дам нарезанная бумага туда пока так сейчас я попробую надеть на его костюм так это я уберу отсюда вчера мы сшили ему холодно привязан за скобку так ну ка вставай подожди подожди давай сюда ногу лапу давай ка так подожди лапу не попала не попала не попала да вот она где вот она попала да он стоит спокойно вот давай ка маленько сюда теперь надо застегнуть ему ну конечно отношение будет сняты подошейник ему подошейник подошейник мешается вот так вот 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 это не просто сейчас 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 ну ладно ладно вот подожди а как это тут у меня вот это то не оказалось не застегнуты скажет а вот она вот она застегнуты это первый раз застегиваю поэтому не сразу залазит сюда так мы сейчас его проводим узнаем как он будет это на ночь холод но я зашил петельки маленькие петельки маленькие оказались по пуговкам то не замерил это и хорошо что и и пол левого растяну но вот так застегнул так подожди-ка еще пуговку это первый раз так а потом-то научимся может быть я петельки пришлю такие которые и самая одежда сбоку пришиты отдельно петельки ну тут вообще зашил еще не видать надо нож брать будет что дать да подожди сейчас может протяну ну ладно 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 а ну кудай будешь голубь голубь залетел это я убрал вот это сам виноват вот он где пролетел иначе он горит сейчас не залетел нет подожди ну-ка ну-ка подожди я сейчас туда залезу вот он вот 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 он вот он вот вот он уже так подожди вы его не поймаете сейчас не поймать да конечно делать нечего даже подожди-ка сейчас я фонарик возьму подожди фонарик туда иди гули 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 тут надо сначала вот этого вот этого поймать так вы его сюда на нас тут рассуждать уже некогда вы его на свет гоните да не наступи там он сидит все сейчас я на стол наступить должен вот он вот он вот она какая хорошая туда я пущу вниз а потом оттуда вытащи так тут вот как делаю я сейчас покажу смотри вот у меня тут работа два фонаря теперь я вот это вот экран надо закрыть а в голуби в темноте они ничего не видят совершенно вот я сейчас фонарик у меня здесь есть там зажигай свет покажи как он лежит одеты это друга нашего вон как ну ладно иди сюда так я выключаю свет заходи быстрее все так ничего не видно сейчас 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 у тебя света то нет подожди я в этом буду кидать маленько все подожди включи свет вот вот я его поймал в темноте отправляю домой и вот сюда вот туда вот это вытаскиваю со второго первого этажа сюда вот я его закрываю а теперь тот где вот он вот он выключай свет вот у меня включать будешь и сам снимай одновременно ну-ка давай выключай включай все все включай вот он где ооо вот он где он ее тупо любил уже все а это вот как они тут у меня все о кинулась а уже закрыто а тут вот как гвоздики решетка между двумя гвоздиками вот два гвоздика торчат видишь да и решетка между ними она висяща все а тут перекрытие сделал доска теперь я и гнездо сделаю сюда она уже есть вот травы уже принес и он у меня будут тут такие выводиться там такие ну не знаю а утром вот я видишь что делаю настилаю газету чтобы она не поднималась бумага то я закладываю ее и вот у меня на три отделения это скорлупа и побелка и здесь глина вот они уже раздолбали ее нет это вот песок был насыпан да и глина которая от печки а здесь глина крупнозернистый песок и соль и вода это на второй этаж я утром выставляю здесь а кормежка вот собрание прокинулось это собачья поилка пшеница и семечки точно так же тем дают вам а на улице здесь в окно я смотрю кормлю 50 примерно 6 воробьев насчитал кормлю каждый день два раза их и голубей в прошлом году насчитала когда 30 нынче меньше я не стал давать они улетят далеко найдут а воробей никуда не найдет я виноват перед воробьям и говорю я их ловил маленький был ну и вот все открываем это портянки мои сгодились сюда во свете библии занятия молитвы вот говорят деньги сколько стоит вот бесплатный стул достался а к нему нынче вот я какую сделал палки привязал все а для чего это чтобы самому не падать обыкновенное такое теперь я сажусь и головой могу как задремал прям не уходя никуда а я падал несколько раз сейчас пищатый открытый и взросло и ударился акклевиатуру два раза нос разбил а теперь вот сделал как-то кассон подошел я вот так вот пять десять минут опять батор не тянет надо соглашаться еще сейчас слава богу все загнали поймали теперь смотри выпускай кошечек они у меня нет а ну да подожди-ка это куда такая у нас слетела православный календарь это православный календарь там кошек не пускай туда сейчас я их вызову ну-ка поля 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 черная черная как на ежевасиль наверное ушли наверное вот она поля вот она поля вот она пришла не пускай туда там нельзя туда нельзя а че на того надо он он прицеплен же а он же прицеплен у нас прицеплен она кинется туда не с разбором так надо открыть надеть на мордик надо давай-ка сейчас наденем на мордик чтобы куда да че она глупая такая хорошо помчится на собаку а куда дели на мордик вот это прибить надо вон он вон куда пока он здесь чтобы мужчины не попали так подожди давай сюда давай ну я сейчас уже пойду его нам выпускать можно уже ну маленький на вот он за ней он не любит кошек вот он какой красавец вообще замечательное хозяйство у нас ну теперь всем просто убираю стюль от них сегодня залетел один вот парня зашла проведает где найти голубей этот охотится за кошками у всех работа есть черная 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 где ты надежда васильного волокла до свидания нету вот так пожалуйста вот такое у нас сегодня утро говорят чем занимается вот сейчас наготовил уже наверное остыло маленький сейчас я посмотрю до остыла пойду кормить урагана абсолютно нормальная уже не горячая не холодная надо что поели они тоже так пускались закрыто поля поля черная черная смотрят наверно все упали аппетит пропал пушистика нашего вот убираю подпилки это восстанавливаю вот так я его не ношу а вот так на уголок и вот так только поверну и он уже стоит на месте все садись занимайся Паля полезла узнавать на ночь вот видишь как взял какая-то шапочка нашел не знаю где вот так вот и вот туда вот а ложусь это вот у меня одна такая как фуфайка а другая вот туда головой вот так вот упирается и меня мороз не трогает вот головой то я упираюсь в эту подушку во вторую вот знаете говорит голь на выдумку хитра о о лег на фонарик ну еще подарил кто-то вчера от мамы Сергея от мамы Сергея Павловича дали чтобы сшить ту журку эту и они и то я начал ее смотреть да она же хорошая сгодится я ее не буду никуда а то а то главное самое рвань сносили наконец нашли снесли сюда вот так видишь как от мороза спасаемся так у меня что еще это еще не все тут даже раньше когда это колпака этого не было мне вот что подалили нынче это Вячеслав подарил а Вячеслав Семенов подарил Вячеслав да а ну бороду надо выбрать как же так Александр Девский говорил вид воина должен внушать ужас супостату вот так я вот так ложился спать но она поддавливает маленько и вот не смотри что в бедности тут богатство не перечислишь допустим мне нужно свет а свету нет вот пожалуйста фонарик подарили давно уже ну тут пружинка там полетела какая-то не надо никакой энергии коротко подсветить я всегда его беру как запасной вот теперь чтобы с ней светло было разговаривать я вот так вот утром включаю вот сейчас покажу как чтобы не было видо лысину надеваю пуражку тоже охота выглядеть презентабельно так топ неправильно сделал сразу вот так вот это у меня ящик по размеру все надеваю его подпиленный и здесь чтобы пошло видишь володя мне подпилил я вот так надеваю его а это несколько книжек перепутанные здесь ну и и и вот так вот ставлю заготовил все теперь господи благослови путь утром всегда когда все сделаю все нормально у меня я теперь ага это что у меня форум открытый форум форум вот какой открытый православный форум очень сильно у меня 1602 темы художественные фильмы тут все такое любой вопрос вот сюда поставить здесь есть общий поиск вот строка общий поиск и сразу найдешь какая тебе тема нужно выскочить личное сообщение на первую страницу а вот куда нет новое сообщение ничего нету а новое сообщение она выводит на первую страницу сейчас она метнет меня туда вот они срабатывают застыла она крутится крутится вон а крутится ну крутится не может открыть я вижу теперь я обновляю ее страницу она может сдвинуть ну я не ожидал такого не важно теперь я открываю вот здесь вот называется щад рулетка во весь экран дальше кладу рядом библию вот так теперь жду как откроется вот он я так что тебя не видно было ну все готово господи благослови пошли добрых людей каждое утро я здесь дальше слава иисусу христу на вахте да а мы проповедники православные несем слово божие людям чтобы люди знали после смерти чтобы не вас шли, а брай. Только не ругайтесь, что-то вы сильно обкурены, я гляжу. Не, мы, не, мы маленько под это. А, под далее. Ну ладно, у вас тоже душа-то, ведь есть душа? Да, конечно есть. О душе надо заботиться, значит, что Иисус Христос умер за грехи людей, его распяли, на кресте прибили, и в третий день он воскрес, и дарует прощание грехов, он за нас умер, за нас. Вот, если хотите, чтобы после смерти не в воду быть, запомните, пьяницы сарствие Божие не наследуют, они будут гореть в огне. Ну, как спирт горит, вот, нальешь его на пол, он горит. Вот, если у вас будет желание встретиться, я могу вам там на тысячи вопросов отвечать, которые я отвечал в университетах, нужно скайп поставить, скайп, и два слова запомнить. Игнатий Лапкин, это я. И вы на меня сразу выйдете, я бесплатно вам дам все. У меня самые большие в интернете ресурсы. Мы строим деревню православную, где нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Вы уже не подойдете тут. Вот. Дальше. Я был начальник детского лагеря уже 48 лет. В ином формате. 48 лет. Без помощи государства тысячи детей. Какого лагеря? Детский трудовой православный лагерь. Алтайский край. Вот оно. Да. Я 48 лет его начальник. Тысячи детей подняли. И у нас главный лозунг – Россия должна встать. Россия – это мы. Да, конечно, мы. А кто, кроме нас? Тут они лежат, у меня пьяница лежит в луже и говорит, нас, русских, на колени не поставишь. Ясно? Никогда не поставишь? Нет, никогда. Правильно. Он и в луже лежит. Чего же его ставить-то? Вот. У меня знакомая была здесь, такая еврейка, она хорошая. Мы разговаривали с ней. Она говорит, у нас за 2000 лет ни одного неграмотного не было. Я, говорит, что на остановке, а там такая, ну, где от дождя спрятаться-то. Лежит мужик, из-под него лужа течет. Вы думаете, он какой национальности? Я говорю, какой угодно, только не евреи. Она говорит, точно. Ну да, мудрости много от вас можно. На западе так, готовятся на курорт. И теперь спрашивают прям, когда уже путевку берут и говорят, а русские там будут? Они говорят, не знаем, если будут, мы не поедем. Русская баба, если приедет, обязательно, чтоб три мужика было. Если русский мужик, чтоб пять баб было у него и вся мебель поломанная. Спасибо за духовную поддержку. Так, ну все, мужики, запомните два слова Игнатия и Лапкин по скайпу. И там можем мы каждый день встречаться. И вам будет интересно. Скайпа нет, не вывозит пока аппаратура. Ну, это никакая не аппаратура. Прям скайп, там ребятишки пятиклассники за пять минут ставят. Скайп, Игнатия, Лапкин, напиши. Я умею это делать. Писать-то не разрешился еще? Нет. А как тебя звать? Эдуард. Эдуард, такого имени у нас нету в связи. Я знаю, пинки крестили. А Эдуарда крестить не будут. Вот у нас Эдуард был, его покрестили. Это химолитиское имя, по-моему. Это не немецкое, а английское там где-то они там. А румынское это, ромеусского, так скажем. Латинское происхождение. А вас как звать? Не знаю, не назвали меня так родители. Ну, понятно. А этого как знать товарищи? А это лимон. Как? Леонид. Леонид, это значит похожий на льва. Да, так я и по... Так, все, все, я ухожу, а то боюсь заругаетесь сейчас. Вот так, вот второе. Слава Иисусу Христу! Это что, прикол такой? Нет, я верующий во Христа, проповедник православный, несу Слово Божие по этой книге. Мы отвечаем на вопрос, для чего человек живет. Я от каждого спрашиваю, скайп есть или нет. Если скайп есть, я ему скину свои ресурсы, самые большие в интернете. Там я отвечаю на тысячи вопросов студентам в университетах государственных. Вам было бы это очень интересно, как мы деревню строим православную, наша миссионерская поездка по миру. Мы в Барнауле, мы проехали до Тихого океана, потом до Атлантического, Скандинавии Прибалтику прошли. 650 городов и сел получили от нас, вышедшие у меня 38 томов книг, мои книги. Сделали подарок. А что вы несете-то вообще? Слово Божие, мировое искусство, магиография. Это университетские темы, не факультеты. Это, как будто бы были. А я же когда-то знаешь, чей был? вот